Внимание! Столовая временно не работает. Такие объявления теперь висят на дверях предприятия. А причиной тому послужило отравление большого количества сотрудников. Пообщаться на камеру сотрудники предприятия, конечно, отказались. Но некоторые из них сообщили, что симптомы у них были одинаковые. Это высокая температура, рвота и диарея. Впрочем, нашлись и те, кто убеждал. Питался в столовой в тот же день, когда многие почувствовали недомогание. Всё хорошо. Я жив, здоров. Не знаю. Подойдите на проходную. Первый раз я вижу, слышал. А кормят вас как в столовой? Хорошо или плохо? Да, животник хорошо, если честно. Я когда попробовал, я вообще-то не дам работать. Я удивился. Поступило 74 экстренных извещений на кишечную инфекцию среди работников. Сотрудники Роспотребнадзора организовали проверку. По результатам лабораторных исследований у 22 пострадавших выделено сальмонелло. Сотрудники выявили грубые нарушения санитарных норм и правил в столовой. Неудовлетворительное санитарно-техническое состояние складских и производственных помещений. Нарушение по точности технологических процессов и технологии приготовления блюд. Обнаружены продукты с истёкшими сроками годности. Нарушение прохождения медицинских осмотров сотрудников. Обработки посуды и инвентаря. По результатам лабораторных исследований внешней среды в одном готовом продукте и трёх смывах с инвентаря обнаружены сальмонеллы. Материалы дела были направлены в суд на приостановление деятельности столовой. Суд признал, акционерное общество, производственная торгово-финансовая компания, завод транспортного электрооборудования, виновным в совершении административного правонарушения, предусмотрено статьей 6.6 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, и назначил наказание в виде административного приостановления деятельности столовой акционерного общества на 90 суток. Постановление суда ещё в законную силу не вступило.